Встречи с трудовыми коллективами – традиционный пункт в рабочем графике главы Славянского района Романа Синеговского. Он считает, что для власти эти мероприятия – неиссякаемый источник тем, решение которых позволяет улучшить жизнь всего населения муниципалитета. Местом проведения очередной встречи с трудовым коллективом была выбрана школа номер 3, которая расположена в микрорайоне Кубриз. Школа номер 3 готовится к Новому году, но в череде предпраздничной суеты находится место и важной встречи. Конец года – время встреч главы района с трудовыми коллективами. Их цель – пообщаться, рассказать о проделанной работе, узнать настроение людей и услышать вопросы, которые будут взяты за основу при создании плана работы на год грядущий. Когда общаешься с людьми, перекраиваешь свои планы, пересматриваем свои подходы к работе, потому что люди на многие вещи, наверное, открывают нам глаза. И мы, еще раз говорю, многие свои вопросы пересматриваем. Обращаясь к педагогам, глава района доложил о ходе реализации ряда проектов, которые направлены на создание комфортной среды для жителей муниципалитета. Это и строительство новой школы, спортивных объектов, ремонт детской поликлиники и многое другое. В свою очередь педагоги спрашивали главу о том, что волнует их. Не планируете ли вы замену на новые какие-то маршрутные такси? Потому что порой едешь в маршрутке, оно все дрожит, трещит. На днях скоро будет город проводить новые аукционы по поводу заключения договоров с подрядчиками по перевозке. И там определенные требования к машинам. Поэтому мы надеемся, что тот перевозчик, который подастся на этот аукцион, он, конечно, должен машины свои, во-первых, либо отремонтировать, либо новые приобретать. Один из самых насущных для третьей школы вопросов – организация подвоза детей, проживающих за железнодорожными путями. В связи с увеличением трафика поездов, путь учащихся в школу стал проблемой. Роман Снеговский отметил, что безопасность детей превыше всего. Потому в школьный автопарк будет добавлен транспорт для подвоза детей, проживающих в районе улиц Кубанская, Советская и ряда других. Я понимаю, что это всё очень серьёзно, правильно? Ну, не дай бог, что-то произойдёт. Поэтому надо всё бросить и думать, как этот вопрос срочно решать. Ну, действительно, есть вещи, которые хотелось бы сделать, но не потерька, а есть вещи, которые надо всё бросить и стараться их выбрать. Многие учителя третьей школы являются жителями Кубриса. Каждый день общаются с учащимися и родителями. Потому как никто другой знают обо всех проблемах микрорайона. В разговоре с главой они озвучили такие вопросы, как экология в Кубрисе, актуальность строительства железнодорожного переезда, необходимость создания пожарной части и ряд других. На каждый из них Роман Снеговский дал исчерпывающий ответ. Отдельные темы он поручил своим помощникам проработать для дальнейшего решения. Нам очень приятно было видеть главу у нас в гостях. Приятно было, что он так близко с нами общался. Мы очень ценим его труд. Он очень простой, заботливый и добрый человек. И каждый раз, когда наши учителя к ним обращаются с любой проблемой, мы сразу же видим результат. Что всё это действенно, команда его работает оперативно. И на следующих встречах нам есть за что его отблагодарить. Сделано очень много. По итогам встречи будет составлена дорожная карта мероприятий по решению вопросов, озвученных учителями. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».